Добрый день, друзья! С вами канал Дали от города и я Нина Коновалова. Мне очень часто задают разные вопросы по поводу разведения кур. И вот сегодня я столкнулась сама с большой проблемой. И эта проблема выглядит вот так. Обратите внимание, у меня появился на яйцах расклёв. Вы знаете, существует у кур такой вид заболевания каннибализм. Причем это не то, что вы думаете в прямом смысле слова. Каннибализм делится на несколько разновидностей. Он может быть каннибализм у маленьких цыплят. Каннибализм у кур, когда они почувствовали запах крови, если курочка какая-то поранилась или даже петушок, они его практически могут забить. И каннибализм, значит, такой самой легкой формы, это расклёв яиц. Куры у меня несутся не только в своих гнездах. У меня вот на такой полке есть сено, которое еще не закончилось. И вот эти засранки, значит, нашли себе местечко и там. И вот что я вам хочу сказать. Одна такая овца появилась в моем стаде, которая находит яйца во всех гнездах, которые сделаны самодельно курами, и долбит их там. К сожалению, стоять и наблюдать, что это за сволочь такая у меня, нету времени. А бороться с этим можно. Причем можно сделать все очень быстро. Вообще каннибализм у птиц распространяется очень быстро и вообще считается заразной болезнью в плане того, что одна курица, которая попробовала кровь или попробовала куриное яйцо, она может этой болезнью заразить все поголовье. Ну как, в прямом смысле, не то, чтобы заразить, а научить это делать. Значит, я вот вам показала два яйца, но вчера я собрала 11 поколотых яиц. Значит, любой вид каннибализма лечится быстро, если правильно к этому подойти. Я, как всегда, вам рассказываю не собственно выдуманный рецепт лечения, а пользуюсь профессиональной литературой, чего и вам советую меньше читать статьи в интернете, больше смотреть видеоролики в Ютубе, поскольку там вы можете получить информацию из первых уст. Ну и, если возможно, приобретать профессиональную литературу. Вы знаете, буквально на днях я у бабушки на облашинном рынке купила вот такую книгу за 10 рублей, «Разведение кур», «Практическое руководство», «Полезные советы фермера». У меня есть такие книги, но все равно я когда мимо прохожу, я всегда беру. 10 рублей, вы сами понимаете, это не деньги, но чем мне понравилась эта книжка, что здесь очень много народных способов лечения. В той литературе, которая у меня есть, она более профессиональная, а здесь народные методы лечения присутствуют. Но мы сейчас поговорим о том, как быстро исправить ситуацию. Если у вас наблюдается каннибализм у кур, в плане того, что они забивают до смери, что они ранку увидели и бьют, заклёвывают, то тут нужно вам бороться именно примиксами. Я уже ранее рассказывала, есть вот такие вот кормовые добавки для всех видов сельскохозяйственных животных. Вот, значит, витаминно-минеральная добавка, цыплят, сесарят, индюшат, утят и гутят. И гусят. Так вот, именно здесь написано, что не только повышается яйценоскость и продуктивность животных, и у животных улучшается иммунитет, но и, значит, здесь она борется с каннибализмом у кур. Ну, в общем, стоит 100 рублей, размешиваешь на 40 килограмм корма, ну, то есть на мешок. Но у меня проблема немножечко другая. У меня идёт расклёв леи. Как бороться с этим? Бороться с этим можно буквально исправить ситуацию за два дня. Когда начинается расклёв птиц, значит, это не хватает, ну, таких, ну, минералов и каких-то веществ у кур, которые находятся в рыбокосной муке. Значит, килограмм я размешиваю также на мешок комбикорма. Вы можете его добавлять, там, столовые, две-три столовые ложки, значит, воду, ой, в еду, какую вы кормите. Вы знаете, избытка его не будет. Главное, вам нужно остановить ситуацию. Я, значит, с утра уже дала рыбокосную муку, просто вот прям посыпала обильно в кормушку. Так я буду делать два дня, обильно посыпать в кормушку с едой. А оставшуюся я сейчас размешаю в мешке, значит, с комбикормом, чем я кормлю кур. Вот здесь у меня, значит, комбикорм, который я приобретаю для несушек. Вот сюда высыпаю рыбокосную муку килограмм и постараюсь, значит, запах какой, и постараюсь хорошо-хорошо размешать. Я сделала закладку, значит, вот в этой книге «Полезные советы фермеру» и открываю на странице, значит, где описано лечение каннибализма и расклёва яиц. Итак, при регулярном появлении расклёва яиц или каннибализма у кур, в их рацион обязательно включают костную или мягкокосную, рыбокосную муку. Ну, вы видели, я сейчас это сделала. Зелёная корма, то есть трава, и дрожжевые корма. Ранее я снимала видео о раздрожжевании кур в период падения яйценоскости. Но если вас заинтересует эта информация, пожалуйста, найдите её. То есть получается, раздрожжевание кур не только повышает яйценоскость, но и борется с каннибализмом. Дальше. Кроме того, в течение 4-5 дней можно добавлять раствор поваренной соли. Это значит, кто кормит кур мешанкой, то делать слабый раствор солёной воды и разводить вот именно водой. Я так иногда делаю, поскольку куром соль это минеральное такое вещество, полезное, и иногда, в общем, его нужно давать. Так. Некоторые птицеводы рекомендуют в течение 2-х недель добавлять в корм птицы раствор лимонной кислоты. 1 грамм на 50 голов. Или, как я вас учила, добавлять яблочный или винный уксус, то есть столовую ложку на литр воды. Ну, видите, опять же, получается, что ту информацию, которую я давала вам ранее, она подтверждается, значит, в книге о разведении кур. Яблочный уксус борется не только с паразитами, не только повышает иммунитет суккурицы, но она ещё, яблочный уксус ещё устраняет проявление каннибализма. Ну, а из лекарственных препаратов применяется аминозин в дозе 3 мг на 1 птицу. Ну, надеюсь, что вот эти вот средства, которые я вам рассказала, то есть можно соль, можно рыбокосную муку, можно добавлять, значит, что раздраживание делать, вам больше подойдёт, нежели ещё курицу лечить какими-то антибиотиками. Вот и всё, друзья, я поделилась с вами вот такой вот полезной информацией, надеюсь, она вам пригодится. Я, как всегда, вам желаю крепкого здоровья и прекрасного настроения. Всего доброго, друзья, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok